И победителем пятого сезона суперпроекта «Голос» становится Дарья Антонюшина! Эмоции Дмитрия Нагива понятны. Примерно такие же лица имели американцы на утро после президентских выборов, когда они проснулись и обнаружили, что их президент Дональд Трамп. Путин прав. Если бы у Александра Панайотова не было пениса, его бы звали Хиллари Клинтон. Еще одно голосование в стиле Brexit. Голосование, в котором нет победителя, но есть проигравший. И проигравший – это фаворит, который напрасно рассчитывал на армию своих сторонников. Неважно, сколько человек высказывается в твою пользу в социальных сетях. Важно, сколько из них готовы отдать за тебя 50 рублей эти несчастные. В случае с Панайотовым таких оказалось очень немного. Во всяком случае, меньше, чем крохотная горстка хорошо мотивированных поклонников Дарья Антонюк и «Мстителей» фанатов Кирилла Бабиева и Дарья Ставровича. Вот теперь понятно, зачем Дарья Ставрович надела оригинальное черное платье неделю назад. Стоп! Обратите внимание на ее платье. Ну, вернее, не на само платье, а на орнамент. Вот, любопытные рисунки. Не правда ли? Я, когда я их первый раз увидел, сразу же полез в справочники по магии Вуду. Точного аналога их я там не нашел, но нельзя не признать, что они похожи на символические изображения ключевых духов пантеона Вуду. Похоже на Попа Лигба, похоже на кого-то из духов семейства Синди. А Дарья Ставрович – вылитая мамба. Мамба – это жрица культа Вуду, женщина, обладающая специальными медиумическими способностями. Ее функция – она рисует с помощью песочка, либо с помощью мела на земле символ того духа, которого нужно вызвать. И вызывает его с помощью экстатического танца, пения, в окружении внимающей ей публики, которая ритмически тоже подергивается, хлопает в ладоши, бьет барабаны. Это обязательное условие. Ну, разумеется, все это похоже на рок-концерт. А мамба – это вылитая рок-звезда, рок-идол. В нашем случае это женщина. Это Даша. В культе Вуду нет жестких канонов. Нет одного раз и навсегда утвержденного образца рисунка. Тот или иной жрец может рисовать его немножко по-своему. Поэтому тот рисунок, который мы видим на платье у Даши, это вполне может быть нормальный, реальный рисунок, позволяющий вызывать одного из духов семейства Симби. Семейство Симби – это специализированные, если так можно сказать, духи, связанные с водной средой и с коммуникацией. Неудивительно, что в современном Вуду именно семейству Симби поручили интернет, телевидение, шоу-бизнес и прочие развлечения, связанные с электроникой. Мамба может обратиться к духу с любой просьбой. Может попросить о помощи, а может попросить кого-то наказать. Ну и зачем наша Даша, как две капли воды, похожая на мамбу, пришла в такое место, в таком платье? Ну и если у Дарьи Ставровича всё получилось, то может быть всё получится и у другого мага, у Кирилла Бабиева? Стоп! А теперь ещё раз. По-моему, очевидно, что это не абстрактное человеческое лицо, а лицо вполне конкретного человека, которого все мы хорошо знаем. Вообще, идея украсить свой номер карикатурой на Путина, сама по себе довольно рискованная и небезопасная. Но Кирилл на этом не остановился, Кирилл пошёл дальше. Итак, прямо на наших глазах карикатура на Путина трансформировалась в череп, символ смерти. В этот момент Кирилл пел некоторые слова, но, на мой взгляд, довольно примечательные. Сейчас попробую перевести их на русский язык. Ну, во-первых, он постоянно повторяет. Я не извиняюсь перед тобой. Возможно, мы ещё встретимся однажды, а потом... Далее. Ты можешь себе представить время, когда правда была свободной, рождение солнца, смерть мечты, всё ближе и ближе к краю. За эту бесконечную историю, за этот бесконечный сюжет, мы расплачиваемся унижением и несчастной судьбой. Мы всё падаем и падаем, не достигнув славы, потерявшись в своей несчастной судьбе. Ну, снова повторяется. Даже если предположить, что это случайность. Ну, что Кирилл имел в виду обычное абстрактное человеческое лицо, череп возник совершенно случайно, а к тексту песни он не прислушивался. Ну, даже если мы в это поверим, это ничего не меняет. Дело в том, что Путин крайне мнительный, очень обидчивый и очень суеверный человек. Именно этим объясняется непропорциональная жестокость, проявленная им в отношении девушек из коллектива Пуссирает. Дело в том, что их песня, она была по форме богородичной молитвой. И исполняли они её в храмовом пространстве. Для суеверного Путина это был магический акт, который мог нанести ему крайний вред. Ну, он его воспринимал примерно как порчу своего рода. Поэтому вся эта длинная эпопея вокруг девушек, которая развернулась, она была направлена на то, чтобы они каким-то образом дезавуировали этот магический акт. Выразили сожаление, признали, что они поступили неправильно. Собственно, этого Путин от них и добился. Толоконникова и Алехина заявили, что считают своё выступление ошибкой. Ну, если человек свою молитву считает ошибкой, можно сказать, что он её аннулировал. Не секрет, что суеверный Путин очень любит смотреть телевизор. А потому велика вероятность того, что этот номер Кирилла Бабеева он видел. А если так, Путин мог его расценить как тоже своего рода магический акт. Причём магический акт гораздо более болезненный, чем панк-молебен Пусси Райт. Потому что это своего рода колдовство на смерть. Путинское лицо превращается в череп. Трудно себе представить более ясную, однозначную метафору скорой смерти. Самое страшное для Путина то, что с этим он уже ничего не сможет поделать. Всё, что Кирилл наколдовал, обязательно сбудется. Субтитры создавал DimaTorzok